Сегодня в понедельник, великий понедельник Страстной Седмицы, мы пели на вечерний и на утренний стихиру, которая говорит о том случае, когда Господь идет в Иерусалим, идет, предупредив своих учеников, что идет, чтобы принести себя в жертву, говорит им открыто, что его убьют, предадут язычникам, римлянам, оплюют и в третий день воскресе. Говорит страшные вещи ученикам, и тем не менее, мама двух ближайших учеников, Якова и Иоанна, подходит к нему и говорит, позволь, когда ты сядешь во Царстве Своем на престоле, пусть и два моих сына сядут рядом с тобой по правую и по левую руку. Вот мы вчера об этом говорили. Мама двух учеников, да и сами они то же самое говорили. Другой евангелист описывает, что и они тоже обращались, позволь нам в Царстве Твоем, когда будешь Царем, и сядешь на Своем Царском престоле, и мы как два ближайших Тебе министра и советника будем рядом с Тобой. Вот о чем я говорил в прошлый раз, в это воскресенье. Вот здесь подтверждается, весь народ был уже запрограммирован учителями израильскими вот к такому пониманию служения Мессии, то есть Христа. Это служение чисто земного царя, причем царя, который подчинит себе весь мир, и только еврейский народ станет господином, а все другие рабы. И мать, и сыновья апостолы, два апостола верных, один из них самый любимый ученик, точно так же воспринимают, их так научили. Такое мнение распространил Синедрион, что он должен быть владыкой мира в земном смысле, владычествовать над землей, владычествовать всеми народами мира. А дальше, сегодня в Евангелии на Божественной Литургии мы читаем о том, как ученики спрашивают, какие знамения будут пришествия твоего, второго пришествия на суд. И он говорит им, вы помните, что это глады, моры, что такое моры? Моры – это эпидемия, землетрясения, войны и слышание браням, то есть войнам. Но все это начало болезни. Появятся и лжехристы, то есть люди, которые будут выдавать себя за Христа, скажут «Я Христос». И одновременно с этим вас будут гнать, уничтожать за имя мое, за исповедание истинного Бога, Христа. Но мы с вами видим, что в истории человечества таких случаев было очень и очень много. Были и моры от различных эпидемий, были и глады, были и землетрясения. Ну, а уж и войны постоянно сопутствовали человечеству в течение всей жизни людей на земле. И лжехристы были. В каждом веке несколько людей, которые выдавали себя за Христа. И я вам скажу, они искренне веровали в то, что они Христами являются. Вот такое убеждение внутреннее дает дьявол, овладевший душой человека. Он может убедить в чем угодно. Придите в любую психиатрическую клинику, и вы там найдете и Христов, и Богородиц, и Наполеонов, и Сталинов, и Ленинов. Кого угодно вы найдете. И причем этот больной человек, психически больной, он абсолютно убежден, что он и есть этот Сталин, этот Наполеон, а этот Гитлер. Он стопроцентно в этом убежден. Вот так действует дьявол на умы людей. А сейчас? И сейчас то же самое. Мы знаем одного очень известного Христа. Их было много. Я знаю уже несколько за последние 50 лет. Но вот этот самый известный. Он в Сибири купил большой участок, гору целую. И у него 50 тысяч последователей. Вы знаете, о ком я говорю? Лжехристос Вестарион. В миру Сережа Тороп. Простой милиционер. Вот за грехи какие-то. Я не знаю его грехов, конечно. Но дьявол получил над ним такую власть, что он абсолютно убежден в том, что он Христос. Более того, дьявол дал ему удивительные, сверхъестественные, паранормальные, оккультные способности. Он никогда не учившись, прекрасно стал рисовать. Никогда раньше не рисовал. Он пишет картины. Что же так привлекло к этому лжехристу Вестариону? И вот, разговаривая с несколькими людьми, которые были в его секте, я выяснил удивительную вещь. Они говорили на вопрос, что привлекло. Они говорили, когда ты встречаешься с этим человеком, от него излучается такая любовь, которую человек и мечтать не мог получить от другого человека, от жены или от мужа, или от кого-то другого. Такая невероятная любовь, что ты готов бросить все, дом, работу, продать квартиру, что они и делали. И поехать к нему, только бы быть рядом с ним и чувствовать вот эту силу, которая от него излучается. Но сила-то бесовская. Вы понимаете, как дьявол умеет подделываться под Бога? Недаром святой блаженный Августин говорил, что дьявол обезьяна Господа Бога. И вот эту энергию, которая очень похожа на энергию Божественного Духа, энергию любви, он излучает на своих последователей. И их до 50 тысяч. А он Христос, якобы Христос. У него есть церковь там построили, ему реально поклоняются, там трон, на котором он сидит. И священники в очень похожих облачениях, как вот у нас у православных, с крестами на груди. Наберите этого Виссариона и его священника. Вы увидите их фотографии с крестами на груди в облачении. Они совершают службу живому Богу. Вот он живой сидит на престоле. Несколько жен у него, все как положено такому прельщенному человеку. В общем, все было. И войны, и болезни, эпидемии, и землетрясения. Все было. А чего не было? А не было того для пришествия Мессии, вот этого мирского, которого ждет Сенедрион, все эти две тысячи лет. Нет возможности полностью контролировать всех людей на земле. А это главное для всемирного господства. Это нужен полный контроль. Следя за ними, даже с помощью смартфона, уже можно знать, о чем они говорят. Мы же говорим по телефону. О чем они друг другу пишут, они все это, суперкомпьютер, запоминают. В любой момент можно по ключевым словам определить, враг он или не враг. Сколько он денег потратил, когда был в магазине, что он купил, потому что он расплачивается только безналичными деньгами. Все это тоже фиксируется. То есть, куда он поехал, куда он купил билет, сколько времени он пробыл у этого человека, сколько у того, потому что позицию, вот его позицию можно определить по смартфону, который у него в кармане, и сколько он пробыл, когда он вышел. Все можно контролировать. И, соответственно, те, кто возмущается, пытается возмущаться, их можно превентивно, до того, как они что-то такое задумали или собрались с кем-то вместе и продумали какую-то систему борьбы, можно его уничтожить заранее. Зная его разговоры, его переписку, чем он интересуется, какие книги читает. Все это уже сейчас только есть. Раньше этого не было. Да, были лжехристы, да, были лжепророки, они сейчас есть, сколько оккультистов, которые предсказывают, что их не было раньше. Были всегда такие колдуны, бабки, черевовещатели, экстрасенсы, маги, жрецы языческие, пифии всевозможные. Что, этого не было? Было все это. И сейчас это есть. Но не было одного. Не было возможности глобально контролировать все человечество на земле. На земле. А сейчас это все есть. Еще мы читали, что читающий да разумеет, говорит Христос, о чем? Читайте, говорит, пророка Даниила и думайте, что значит, когда мерзость запустения станет на святом месте. Для иудеев, времен Даниила, какое было святое место на земле? Оно было единственным, другого не было. Тогдашний еврейский народ был единственным в мире народ, который знал истинного Бога. И единственный храм истинному Богу был один во всем мире, на всей земле. И стоял он, как вы знаете, на храмовой горе в Иерусалиме. Другого святого места не было. И если вы почитаете современных, послушайте, каббалистов, какая цель у них? На этом святом месте, где был когда-то действительно святой храм, построенный второй храм, построенный царем Соломоном. Который действительно осветил сам Господь Бог. Это очень интересная история. Почитайте ее в Ветхом Завете. Как явно Господь Бог осветил этот храм. Это действительно святое место. И вот на этом святом месте, говорят каббалисты, мы должны воздвигнуть третий храм. Два храма были разрушены, третий мы должны воздвигнуть. И в нем будет венчаться царь мира, Мессия, которого ждут. Христа же не признали Мессии? Он не тот, он не дал иудеям власть над всем миром. А тот, который его ждут, он должен дать и венчаться на царство именно в этом третьем Иерусалимском храме. Вот мерзость запустения, который станет на святом месте. К этому готовится весь вот этот Синедрион. Каббалисты готовят вот это страшное событие. Оно произойдет. Никто не отменял апокалипсис. Он произойдет. А произойдет апокалипсис по одной причине. И причина это грех. Грех тех народов, которые были христианскими, веровали в Иисуса Христа как Бога и отреклись от Него. Я уже не говорю о тех народах, которые не захотели знать Христа, потому что всем народам проповедано было Евангелие. И все знают имя Иисус Христос. Евангелие переведено практически на все языки мира. Может быть, какие-то только глухие племена в дебрях Амазонки или где-нибудь в Центральной Азии, Африке. Может быть, еще нет. Но Евангелие переведено практически на все языки мира. То есть нет людей, которые вообще не слышали бы о Христе. Поэтому мы сейчас остаемся малым числом. И только за наши молитвы, если мы будем искренне молиться, Господь может сохранить это малое стадо, о котором Он сказал, «Не бойся, малое стадо, ибо Господь благоволил вам дать Царство Небесное». Не бойся ни войн, ни эпидемий, ни слухов о войнах, ни колдунов, ни лжемессий, ни лжехристов, бессарионов и других. Не бойся, говори. А чтобы не бояться, нужно укрепляться молитвой. Поэтому сейчас главное для нас, и особенно для монашествующих, усилить свою молитву за Церковь Православную, за народ православный. Чтобы устоять в этих искушениях, чтобы не предать Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы Господь, как и благоволил, чтобы Он дал нам Царство Небесное, которое ждет нас от сложения мира. Аминь.